Часто играла Дизраптором. Да, Сёма и сейчас. На прошлой карте мы видели, как он им играл. Тинни Виспа тоже вполне себе весомый. Эмбер тоже и герой. Эмбер это, я тебе сказал, банн зомби. Потому что он ему очень много доставляет проблем на линии. Ну вот тут уже все вырисовывается. Это Bristol Backmid 100%. Это кэри Эмбер Спирит. И будут добирать какого-то саппорта, либо в помощь Слордару. Это значит, что Слордарец играет... На Слордаре будет играть мак. Да. И скорее всего будет какой-то лич. Или может быть... Ну, может быть Даззл попадется Слордаром. И кто-то пойдет с Эмбер Спиритом. Вообще там одни милишники. Так что Дизраптор в принципе неплох. Бейн это просто уплотнились. Бейн, опачки. Это Баратрум, Оффлайн. Да, скорее всего. Потому что не может быть Т3 саппорта. Оффлайн Баратрум. Который будет просто давать рун и прибегать в мид. Но иногда в мид, да. Там все равно как бы саппорт, как хардвейнер может иметь такую возможность. Вообще здесь даже и в миде помощь. Мне нужна Бристу Бэку по-хорошему. То есть Даззл может быть с Эмбер Спиритом пойти и со Слордаром. На первое время может быть стоит постоять, чтобы Бристу по-быстрому боттл нафармить. Надеюсь на замес на руне. А-а. А, пари, потенциал здесь, в принципе, по-моему... А, ну, MVP Феникс потенциал имеется в том, что они могут кого-то на хайграунд закидывать. Да, но мне очень, ну, гораздо больше пик веги симпатизирует. Потому что этих героев, ну, реально в драке и по игре довольно сложно убить. У них фокус только в одной цели. То есть это Бейн, Баратрум, Т3-бис, Человека. Это они могут убить только одну цель в драке. Бристу Бэка сложно убить. Эмбер тоже плюс Грейв, плюс Лордар. Очень плотный пик. Ну, вот до появления Бэйна, я думал, как они будут контрить Эмбер Спирита. Соответственно, появляется Финс Грипп. Хоть как-то Эмбера можно будет поймать. Ну, Бэйн такой герой, когда Эмбер Спирит, там, 12-й Бэйн, где-то 6-й лазит. Плюс есть Грейв. Да. Не всегда поможет, но все-таки надо. В основном, MVP надо добирать героя, который этих всех героев может как-то пробивать. И вот Свен один из тех? Ну, Свен вообще один из тех против милишников, там, да, может покрошить. Ой, тут сложно. Мне кажется, будет какой-то нестандартный герой на кэри. Ну, может быть, поставят Тинни на кэри и возьмут кого-то в мид. Типа, не знаю, Вайпера, может, ВР-ка какая-то. В ВР-ка, кстати, не забанили. Вполне себе реально. Три милишника, все равно, очень плотные все. Нужно что-то такое. Ну, а у Веги... У Веги я все-таки ставлю саппорт на Дизраптора. Да, я тоже бы поставил на Дизраптора. И Баратрума глимпсует, и Финс Грипс забьет любой линжа, и Тинни Виспа релокейт может всегда отправить назад кого-то. Может быть, Витч Доктор какой-то? Ну, все герои против Святки. Это еще и Винтервер, но она в бане. Так что вариант Дизраптора здесь для них 100%. Вот и он. Ну, у МВП вообще особо выбора нет здесь. Может быть, заедет какой-нибудь обычный Джаггернаут, и так далее. Но в основном, вот даже сейчас им очень сложно реализовывать релокейт. Мид героя, который даже зацепит один. То есть, ни Бетрайдера, ничего такого. Ни там Тускара, ни Слардара. То есть, им даже подлететь не подо что. Ну, там Пларка, это герой... Кула, поэтому и забрали. Это, да, это чтобы не ставить против Бристлбека Тинни Висп. Они очень сильно замедляют свои линии, но Слардару придется тяжко. Висп, может быть, пойдет не с Тинни вначале, или... Ну, по идее, тут дабла будет в харте, потому что... У Веги явно выраженные даблы. Вот, соответственно, это будет, скорее всего, дабла в оффлейне. Что у них оффлейнер? Фореф. Фореф? Фореф. Ну вот, я думаю, что ему какой-то буст бейн даст. Или Висп. Может быть, они на миде будут устраивать экшен даже вчетвером. Ну, это когда-то для корейцев было нормально. Темпларка, ну, здесь неплохая, потому что рефракшен особо сбивать нечем. Но все равно это не тот герой, который в драке всех жирных порежет, там, только если у него будет доминация. А сейчас придет в центр, в миде поможет. Кстати, сейчас, возможно, они и поставят в мид Эмбер Спирит из кем-то, потому что гораздо лучше против Темпларки заходит, чем Бристлбека. А Бристлбека с Даззлом могут поставить в оффлейн. Против Виспатини также. То есть, обмануть. Я думаю, что так и будет. То есть, в Вега последние две игры входило уже в хард. Ну, агрессивный линией. Посмотрим. Я думаю, что все-таки они поставят Слардара с Дизраптором против Баратрума. А Баратруму не будет жизни. И Бристлбек пойдет с Даззлом в оффлейн. Ну, на Бристлбеке, может, они не хотят менять свои планы. Может, они такая команда, которая может меняться как бы линиями. Да, да. Довольно опытная. Ну что ж, ждем, когда там Бэйна заберут. Мы задумались, корейцы, пока вот есть время, подумать, как поставить линию. А пауза была? Да, была пауза. Возможно, кто-то реконектился. Может, вылетела? Может, выиграли все время? Может быть. Может быть. Так, пауза. Мне не очень нравится. До начала матча. MVP? Не знаю. Если они как-то нереально вначале не поубивают героев, то им потом просто будет сложно всю эту контору убить. Ну, а ты тем временем ждешь замеса на Руне, да? Я хочу 5 на 5. 5 на 5? Давно не видел? Ну, вообще, ни разу, по-моему, не было на турнире 5 на 5 на Руне. Ну, такого жесткого. 5 на 5 на Руне. Вообще, даже не помню. Ну, было два раза, может быть, но такие, знаешь, слабенькие. Когда там Вайпера просто брали, он просто приходил и заплевывал всех. Ну, это не очень интересно. Самый сильный 5 на 5. Да, самый сильный 5 на 5. А когда сноуболл, таск, вот именно потенциал таска вначале. А когда сноуболл, смотри, сноуболл, пятеро куда-то бегут, вот это уже попахивает замесом. Да. И это проблемы у ребят скорее. Maybe, возможно. Отжали паузу, но ничего не происходит. А там 5 секунд застает. Идется все, так что начинаем. Ну, и мы по традиции обычно представляем команды, в том числе, кто на ком играет. Сема на Дезрапторе, Сол на Дазли, Ноуан на Бристилбеке, Мак на Слардаре, ну и Паша, конечно же, на Эберспирити. Ну, а ты можешь представить команду MVP. Буду на Бэйне, MP, на Тин, Рейзен, на Виспе, Юо, на Демпларочке своей, Иф4Иф, Братрум, Воплэйн. Да, как я говорю, что MVP решили поставить в легкую линию, довольно-таки бесполезную линию, посмотрим, что на это ответит Вега. Слардару там, ну, Слардару, в принципе, там ничего не сделают, если там не будет Бэйна. Я думаю, что Бэйн будет помогать как-то в миде вначале, потом... Ну да, как обычно, берут мидера, Дубу придет. И Тимпларка против Бристилбека, если к ней придет Дазл или Дезраптор, она там не получит никакого быстрого ботла, ничего. Думаю, что Бэйн все-таки в центре будет садиться. Внизу очень сложная линия для Братрума против Дезраптора и Эмберспирита. Да, это в случае проблем, как обычно, он, по идее, должен был отчаржиться, да, он не сможет этого сделать. Оттуда не убежать. Ну и вот он тоже у него цель набрать левел, он будет делать какой-то спейс для мидера, для Тимни Виспа. Ну тут вся игра на тени, я не думаю, что здесь Тимпларка себя как-то реализует. Но посмотрим, посмотрим. Ну это, честно говоря, это реально сигнатурный герой Ку, но в рамках нашего турнира, к сожалению, он пока не смог доминировать. Выйти в доминацию, где порезать много-много-много людей. Маг сделал ТП на топ и не успел все равно поставить вард. Или его уже сбили? Ну у него есть один Сентри с собой, и при этом много чего в стэше лежит, он сейчас докупил. А Сентри он сбросил, он не палится. Да, он не палится, сбросил Сентри сзади, чтобы разведать хотя бы. Фуриф вообще без варда пошел в сложную. Ну у Веги тоже не будет варда, я думаю, все-таки он будет получать там какую-то экспо. Да, трипла, трипла пойдет на топ. Ну там будет сложно, мага, но маг сейчас посмотрим, поймет или нет. Ему не впервой. Да, ему не впервой такие сложные линии. Ну будь он на Дарк Сирии, может быть, было бы чуть проще. Ну посмотрим, кому Дазл будет помогать, в принципе, он и в топе, и в миде, ну, может сделать спейс. Да. Вега забирает нижнюю руну. Да, топ заберет им команду MVP, да. Сентрик мага не достал до Апса, не угадал. Ну, обычно, знаешь, это тот стандартное место, куда ставят. Вот в это место, там, вот в это место. И в принципе он поставил теоретически верно, но... Кореец, оказались и трипли. Довольно жадный. То есть, даже вот если налево посмотреть, там, железо захватывает Орэндж Варда сентрика. Угу. Вот, так что довольно жадный Вард, все-таки обычно ставят чуть-чуть правее. Ну, да, потому что здесь много такого спейса, да, как раз-таки такого. Проблемы у Кио. Да, это сейчас решат проблемы, ничего страшного. Мы сегодня, в принципе, сейчас придерживаемся графика, поэтому все более-менее хорошо. Тем не менее, смотри, на топ-руну. У меня такой же баг. С виспом? Нет. А с чем? У меня висп как бы на горе. А, я понял, не-не-не. У меня он уже внизу, ну, бывает. Да. Странно, что вот что-то вот на Ферстбладах не хотят выходить, кого-то там, может быть, тосить на хайграунд там при помощи виспа. Там, просто дерзких. Не, ну, вообще-то висп уже сидел на горе, они хотели, может быть, как-то это быстро оформить, но Соло все это спалил, Контору пропинговал по виспу в самом начале. Кио почему-то двинулся в сторону нижней руны. Может, они боятся? А, почему, кстати, по поводу замесов 5 на 5, причем у команды не ходят пятером на руну кого-то ловить. В Тускаре сложно кого-то зацепить без сноубола, вот. А если ты идешь куда-то и от тебя убегают, то ты, ну, практически 100% оказываешься в диспозиции, тебе надо бежать на другой конец карты, и ты по-любому отдаешь одну руну. Ну, знаешь, либо без сноубола, либо шардами иногда Ферстблады делают, потому что это 7 секунд дизейбла, по сути, ты стоишь упертый в эти шарды, и это... Да, по ситуации. Да, очень-очень. Если я вот и увидел, то 5 человек в шарик налезают, убивают. Да, это иди. Да, Зава все-таки пойдет в миди помогать сначала, я думаю. Он будет просто там кружиться, стакать аншнита в Ристопбэку. Ну, соло там, может быть, и вардецкий поставить. Посмотрим. Ну что ж, друзья, пока у нас тут небольшие технические проблемы. В студии, я напомню, Мобстер и Пи-Джи-Джи. Здравствуйте, еще раз. Да, тут игроки, честно говоря, узнали легенду. Коридор идет. Привет, привет, привет. Попросили постендинить, но я бежливо отказался. Да, попросили постендинить комплексити в свое время. Но, к сожалению, вежливо. К сожалению, взяли 8 тысяч пингвинчика. 8 тысяч, да. А толку? А толку. Ну, не, ну, на самом деле, может быть, толк и есть, но... Но не на этом турнире. Да, не здесь. Ну, честно говоря, пингвинчика, если так подумать, ну, играет нормально, но, к сожалению, вот, мне кажется, командной игры не хватило, потому что он встревал в таких моментах, когда реально надо было именно, кто-то даже, не знаю, или капитана слушаться, да. Вот капитана не хватило им, не хватило им капитана. Он, на самом деле, немножечко, ну, испортил им, так сказать, весь комфорт, потому что он поиграл пару игр за них на кэри, в роли стендина, потому что кэри не смог приехать. Потом они поменялись, взяли его на мид, вроде как-то их не клеилось, но вот вчера вроде бы на темпларочке он им один игру выиграл, он просто прыгнул там в Рошана, убил Рошана, там забрал Аегис, переубивал полугероев, и все, после этого закончили игру. Больше он особо ничем не выделялся. Тот же Storm Spirit в прошлой игре он просто вылетал, умирал, даже не разменивав суппорт. Да-да-да, был такой. Сейчас Storm Spirit вообще не актуальный герой, потому что слишком много стоит маны залететь, ты обычно не вылетаешь. Да, я заметил, что у него реально маны прям не хватало на то, чтобы вылететь, это действительно когда-то именно реально был читерский герой, когда ты получаешь как можно быстрее 6-й левел, и ты 100% кого-то гангаешь. Да, ты 100% кого-то гангаешь. Не, не кого-то гангаешь, на самом деле там в основном вся фишка была в дешевый монокост спиллов, где стакли лес, и ты через ревенанты шифты мог спокойно забирать. Сейчас, мне кажется, что Storm'ом надо все-таки играть более как таким героем через Vortex, как в старые добрые, чтобы какие-то киллы забирать, ну, больше с изи-линией тоже, потому что как плеймейкер он уйдет, все моно-потратит, пойдет на базу, он не какая-то там VR-ка, которая может полкоманды тебе перевязать, переубивать, не такой мобильный сейчас стал. Котла, может быть, стоит зарядить кому-нибудь. Ну, кстати... Под Storm Spirit. Какая? Страта. Ну, не только даже со Storm Spirit, но в целом котла бы хорошо увидеть, именно в Splits Push. Ты знаешь, на базу тебя котл обратно, ты с полной маленькой. Ну, что же, а у нас матч уже готов, друзья. Давайте мы к нему перейдем. Вега не готовы. Вега не готовы? Да. Случайно. Хотелось бы уже увидеть, потому что у Веги сейчас уже последний матч, который они исполняют, и, в принципе, ребята, скорее всего, выходит на московский DreamHack, где вы их уже сможете лицезреть лично всех игроков. Я понимаю, что стоять с Bristol Back, он принес себе стики на вид. Ну, принципиальное решение. Да, да. Хорошо помогает вас хитить. В принципе, ожидаемо. Дубу, кстати, еще во время паузы начертили, сказали, что он пойдет на бот, и, возможно, там он будет стоять некоторую дабл-линию с фориумом. Я говорил, что ему здесь будет очень тяжело. Лучше он еще и вард такой поставил. Два респа забанил, чтобы дистакли. Но это довольно легко разбанивать. Да, потому что понятно, где он стоит. Действительно, супер вард этот легко найти. Кстати, прошу заметить, что на топе, на топе все время нападают. Да, на мага тут набрасывают, у Аваланча забрасывают. И, кстати говоря... Может быть, заберут? Могут, но вот станом он отбрасывается. Внизу, кстати, такими... То, что Бэйн перетянулся, у Веги становится линия послабее. Потому что и Бэйн, и Баратрум нереально сильные по статам на первом уровне. И здесь, ну, сложно будет поймать Паши. Да, соответственно, Сема должен чаще как можно подключаться. Паша... Ну вот, Брайнсапами, да, будет его отъедать дубу. А Брайнсап, в принципе, у него сейчас реально дамажит много, требует мало. Его проседает в центре, но у него уже скоро боттл. Пытались его забрать под тавром. Там Брисслабайк уже ману потратил. Будь у него, конечно, рядом висп, было бы круче. Который бы руну контролил и заливал ему обратно. Поэтому у Ко сейчас линия со временем должна стать несколько проще. Хотя, с другой стороны, Брисслабайк все равно будет обузить боттл. Он против 2х стоит. И, ну, Брисслабайку здесь вообще ничего не сделать. Будет, ну, я думаю, что топ по крипстату все время. Соло понял, что внизу слабая линия, Эмберс передний фарминг перетягивается. В миде дал какой-никакой спейс. Там Брисслабайк 11 крипов. Да, там Пларк в этот момент 4 имеет. И на боте нужно дофармить Пашу. Все же Паша на Эмбере играет. Ему начальник крипстат очень важен. Чардж куда-то. Чардж на Дазла. На руне. Руну успевает взять Соло. И Форев здесь, ну, как бы что ни пытался сделать. Соло еще дает ему кислую. На башину Форев надеется. А вдруг попрется. А вдруг попрется. Да, и Соло пытается бежать. И еще один баш. И еще один удар. Это тоже классно. Три баши из пяти ударов. Да уж. Вот она. Все в рандомность. Все в рандомность. Лучше в 17% оставили и все. Было бы как раньше. Могло бы быть 5. Ну, у Фордара даже без помощи союзников все не так уж и плохо. Уже 3 левел на 2 с чем-то минуте. Какие-никакие крипы есть. И очень сложно будет его со спринтом здесь зацепить. Только если он сам ошибется. Да, Икспай идет. Уже 3 с половиной левел у него. Тубу. Бэй. На боте пока в Харлине он тоже уже 3 левел получил. Соло увидел, что не респится крипы на 2 с чем-то. Сразу определю, где вард. Да. Я думаю, что через вот 5 золота у него будут центры. Он все разбанит. У Паши все не так уж и хорошо. На самом деле 8 крипов. Как у Баратрумы. Плюс у Баратрумы Ферстблат. Рега на самом деле без центрей. Пока не понимает, что он делает в нижней линии. Они стоят втроем. Тусуются саппорты пока без особой цели. Да. Вроде бы цель есть, чтобы Паша нафармил. Но активных действий пока ребята делать никаких не могут. Вот интересно, это будет боевой тинни. Или такой, как в последнее время все используют. Через даггер. А боевой в твоем случае? Я думаю, что не варь, нет смысла здесь делать даггер. Он с рассказом может забирать только саппортов. Для этого он же вряд ли куда-то уйдет. Я думаю, что будет боевой тинни через ПТ, аганимчик. Пармячий такой. Да, к тому же есть висп, можно посплитпушить. Потому что у Веги пуш-потенциал на самом деле не самый лучший. У них там нету ни вэрок, ни каких-то тампларок. У них в данном случае кор-героем выступает Эмбер Спирит. Пристот Бэкстэк Этсеншентов забирает топ-руну. Вега все еще никак не покупают центри вниз. Просто стоят два суппорта, смотрят, как Паша фармит. Ну, Соло все еще имеет пока что деньги. Ну, Курьер возвращается с топа. Возможно, сейчас он возьмет центри. Мог. Соло застрял в волках, его грызут. Вынужден был выгрызть лес, да. А если бы нечем было выгрызть? Ну, это было бы общий... Да, слоевская смерть, да, там кинет сил. Слушай, дамаж немножко расплетали, Паша бьет дубу, а остальные били фориевая. Конечно же, ни того, ни другого сейчас ребята забрать не могут. Кто бы очень толстого героя? Один очень жирный, второй еще более жирный. Без левела здесь сложно будет забирать. Но я делаю ставочку все-таки, что ферзблат будет на Бэйне. Что-то он очень много заберет. Но ферзблат уже был, поэтому килл, да, второй килл. Ферзблат Баратру уже оформил. Но Бэйн все равно ведет себя довольно нагло. Эмбер уже третий, сейчас будет четвертый. Там, в принципе, должно хватить бирста, дизейблов, чтобы его забрать. Да, пока у нас там на боте происходит какой-либо экшен, в миде, повторюсь, но ванн, в принципе, пока доминирует над Коа. Но Коа сейчас уже что-то по крипам заработал, наконец. С левелом Templar уже никак не проигрывает Бристов Бэку. Эти рефракши. Рефракшн, да, все остальное. Единственное, не с такой теншн, то у Фланаи, а у Бристов Бэка там уже полторы тысячи где-то в резерве есть. Может, забыли? Вот Бэйн вместо того, чтобы просто... Да, а он находится недалеко, и Фориева, в принципе, может соло оставить. Это даст больше бонусов, чем, не знаю, чем просто тусоваться рядом. Даже если его убьют разочек. Но на самом деле, Templar Кейншетов, по-моему, вообще должны... Ну, просто, не знаю. Ну, конечно, конечно. Все должны делать. Спокойно стоять в центре, и плюс есть такой теншн. Внизу нападение. Убежал. Да, и Глимс не достал, к сожалению, первый левел Сема. Глимс очень, очень мало рейнджа имеет. Пак идет на топруну. Может быть, если найдет что-то хорошее, убьет Templarочку. Баратрум забирает третью вроде как руну снизу. А, ну да, за него забрал, но поплатился за это. Хас, Баратрум. Все, побежал. На топе. Баунти, соответственно, застается Ноуану. Ну да. У Ноуана вообще все шикарно просто. У него крипов, как у Бристов Бека на фрифарме... Ой, как у Тинни на фрифарме. Тинни купил пауэртрет, как я говорил. Тут не будет никакого даггера. Тут он просто, ну, никак не реализует себя. Но у него, на самом деле, есть виспо. Нужно на релакете оказаться в центре драки, даст все свое дело и палкой помахать. Просто фармить. И фармить заодно, конечно, да. Маг как-то странно просел. То есть, вроде, о, внизу нападение. Да, чардж на пашу, чайна. Это все, мне кажется, просто развод на ману. Создают какой-то спейси на линии сами. Да, заодно и как бы саппортов заставляет стягиваться на бот. Так вот, у мага вроде как на третьей минуте там был почти третий левел. И за все это время он получил всего лишь половину уровня. Да. Потому что здесь все забеги на руны и так далее. Приступать делать, я так понимаю, Кринсон Гвард или Вангвард. Знаешь, у Витальдя Вустера. На самом деле, до релакета будет довольно пассивная игра. Ну, фармить все будут. Старео Лейдинга. Пейн почти шестой, а Братрун четвертый с Версгладом. Ну, вот. Ну, пятый сейчас будет. Ну, его до сих пор, кстати говоря, не убили. Я имею в виду Бейна. Очень ранний шестой намечается у Бейна. Думаю, что он сместится. Кого-то забирать по-любому на своем шестом. Либо сюда. Ну, либо нас ждутся релакета все-таки. Скорее всего. Но все же Виспу еще очень долго. Хотя, с другой стороны, тоже пятый с лишним уже левел. А все-таки основной целью, я считаю, будет Паша исключительно. Боргерой. Ну, время, я бы сказал, здесь все равно играет на Вегу. Там у них три героя. Очень неубиваемых. Плюс Даззл. Плюс Вангуарду, Бристалбека. Он еще более неубиваемый. Очень сложно пробить их. Будет... Ребята здесь, ну... И скорее должны какой-то экшен навязывать, пока не разжалели героя. Так. Висп тизелится скрипом? Да, мы тут. Сейчас попробует заново. Сейчас у нас там нападение пошло. Бринка на Сему напали. Видим, как Дубу еще за Найтмерил Соло, что уже, в принципе, дало свое... Ну, он... Финсгрип. У него даже креста не было. И Финсгрип на Пашу. Паша фактически деморализован. Маны нет, ничего нет. И Баши должны у Форева быть Соло. Убивают тут у нас, как мы видим, Бейна. Наконец-таки. Ну и Паша. Еще один Баш светку достается от Форева. И Незерстрайк. Еще и ультимейт. И Баш опять! Да как так-то? Не так-то. Еще один. Ну где? Убьет, убьет. Убьет в любом случае. Соло очень сильно пожадничал. Он не дал грейв ни одному герою, ни второму. Он потратил всю маны на поэзжен и на хилы. Да, у него грейв потом появился. И в итоге он его не дал. Да, у него маны не хватило. Он дал поэзжен вместо... Да, да, да. Сейва. 4-1, корейцы повели. Убивают Слордара на топе. Да, тем временем. Я слышу опять, как... Корейцы кричат. Я довольный. Давят. Психологически еще. Висп получил, я так понимаю, соло экспуза с Лордара. Как-то убил его, видимо, через шарики, через тизер с какими-то крипами. Да, да, да. Потому что они там даже рядом не было. И он сразу становится шестой с половиной. Сейчас... И... Слушай, сейчас на Сема. Я думаю, релокейт нужен. Да, релокейт есть. Импи заберет Сему. Хочется, конечно, еще обратить внимание... На Пашу одну ту дубу рядом. Уйдет, уйдет. Темпларка здесь 5. Значит, надо пушить еще. Хотя, с другой стороны, Тенис Виспома, я не просто... Чуть-чуть станут героев низ, слона и все равно нет смысла здесь особо присутствовать. Да, отсоваться нет смысла, уйдет Куан. Я думаю, что может быть... И руну заберет и вернется в миддл. Так, вряд ли. Не, стака тут нет, но руну забрать нужно. Ну, веги появляются вначале небольшие проблемы. Они очень сильно проседают по XP. И по деньгам. По 5000 там и там. Это к 10-й минуте очень много. Кларка поставила трэп на Эншентов к Бристалбеку. Так что, если что, туда с релокейты могут помешать убить. Еще и... И... Недорстрайк. Нападение на Пашу. Рядом Финс Грипп. Ключ Чардж Форев. Надо добить Креста. Уже дает Соло, который вышел из леса. Чина отвечает Паша. Форев до конца хочет драться, но понимает, что деваться некуда. Приходит маг. А у него нет до сих пор чарджа. Поэтому... Его не отпустят, скорее. Ну, чардж есть. Есть чардж. Да. Но нету рядом как раз-таки того, кто мог помочь. Это Дизраптор. В этом паре Эншентов. Релокейт будет через 15 секунд. Форка пошла как-то мешать. Но уже поздновато. Ну, там крупные крипы остались, конечно. Ну, они будут все-таки за них, мне кажется, бороться. Форев. Втягивается сюда. Ну, ладно. Слушай, он на него чаржится. Плюс будет релокейт через... Все. Есть релокейт. Глимс обратно. Форева там нет. Здесь пять корейцев. И... Фрукад, да. Забирает они Бристлбека. Далее видим, как Форев там Брис и Соло. Загулял. Загулял. Да. Но чарж не помогает ему здесь. И МП, кстати говоря, еще дает. Да. Вот и дагер. За счет доминации. За счет доминации. Трипл килл. И Соло четвертый килл будет в копилку МП. Это ультра килл. Уже на 12-й минуте. Набрались корейцы. Ну что ж. 2.10. Это все из-за левелов. Потому что нет ни у Литимэта, ни у Сладдара, ни у Дизраптора. Там уже все давно там 8-й и 9-й. Даже Виспо осьмой так. Да. Ранее у Вейна, у Виспа, который килл сделал. Коа в виде Сема, убьет. И Туба подходит. Типа очень плохо у Веги. Им сейчас вообще никуда не высунуться. Еще и релокейт усугубляет ситуацию. Тупешку сюда делает. Кто у нас здесь такой дерзкий Дубова? Встречает Нована. Он особо не переживает там. А вот переживать нужно за своих тиммейтов, да. Да, да, да. А теперь и Брестолбек, я думаю, в четвером как-нибудь разберутся. Да, в лицо сейчас. Стараются развернуть. Слушай, и в спину бьют очень больно. Давай, давай, Ричи еще. Приходит Нембер Спирит. Боже, проблема вот этого. Рейзен, Дубу, Финс Грипп, Форев, Чардж, Нована. Незерстрайк туда же не стал давать. О, не может Драку вступить. Он отступает. Он даже в Драке не находится. Боится находиться. Брестолбек умер. Вегу погонит. Так, Чардж на Соло. Тот под крестом. Дубу рядом, Найтмэр. Да, в турнир. Да, в турнир. Да, в турнир Даззла. Есть хилл. Даззл выживет, скорее всего. Может и нет. Слип же своего даза умирает. Да, его АМП даже решил докатать. А, вы знаете, чем? Дальше. Припоет Висп. Байбек Висп. Релокэтист и не сделал обратно. Форев, в какой час он он так и делает? Проблемы, их будет гораздо меньше. Их тут не то, что меньше. Их тут сколько раз убили. Посмотри, они до сих пор три фрага в копилке у них. Это триплкил еще раз АМП. Это разгром, Веги. Это Байбек Виспа. Их там снова пять. Я в шоке немного, если честно. Потому что, как так вообще они... Ну, во-первых, тут конвейер начался. И тут уже, честно говоря, я понимаю, там какой-то реально... Ребята не могли скоординировать свои действия и пошли по конвейеру по накатанной. Это просто ребята пытались поддержать Берестл Бэка, а Тиди не так-то просто. Просто, как я... Ну, рассказ-то может убивать только суппортов. Да. Ну, чтобы за эту секунду ничего не сделать. Ну, в данный момент ни Даззла, ни Дизрапта никак этого не переживут. Он просто убил суппорта одного, убил суппорта второго. Зафокусили Виспа, он байбекнулся, прилетел обратно с Тинни в эту же драку. Туарк забирает тавер по миду, и вообще там еще... Да, еще плюс косарь по деньгам. Они имеют возможность забрать Рошана с дабл дэмажем Куа, кстати говоря. Корейцы, вся карта. Есть уже лес, все линии, руна. Полный контроль игры. И это команда, которая сейчас могла бы... Борется за выживание. Да, борется за выживание. Причем, походу, реально жестко. Им эта победа очень много принесет, если победа в Бестов 2. Бега идут на Рошана в знаке. Успевают? Вот и шанс. Да, они успевают, но Слардар без Блиндайгера. Дизраптор 6, они успе... Их увидят... Хоп, баш, 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 баш. Ушел. Слушай, они вышли из Рошпит и начинают драгнуть суппорта. Есть Дизраптор кил. Соло также пытается отступить. В этот момент мы видим, как разбирают еще его тиммейтов. Причем, бэк убивает Ист-2. Ист-2 живет. Он на кой у тебя терит. Да, Дизраптор кил. Релакит есть. Убивают Дазлый еще. Эмпи может забрать мага. Остается лишь один удар стики. О, в драке вместе с фориумом заставят на Пашу. Паша не может уйти. Прок, долг, баш! Все, синий слонай просто разваливает всю компанию. И еще один фраг. Убивают последним. Да, это Джи-Джи. На пятнадцатой минуте матча со счетом 4-22 побеждает команда FBP. Нежданчик. Да это вообще нежданчик, нежданчиков. Вставляешь, как ставочки у ребят горят. Да, я про это совсем забыл. Мне интересно, что там у нас по коэффициентам. Я думаю, что это... 75, 25 на лаунж, наверное. Я думаю, что 7% на ничью. Кстати, да. Это максимум. На корейцев максимум 5. Минус 0,9. Фэнтези поэнтс у Семы. Не реализовался. Вообще. Слушайте, друзья, как бы это не было смешно, но я просто поражен тем, как MVP вовремя собрались в нужный момент. Это, не знаю, момента нужнее еще пока не было.